Здравствуйте! В эфире программа «Призвание служить и защищать». Это программа о людях, которые решили посвятить свою жизнь служению своим идеалам, своему народу, своему отечеству. В прошлой передаче мы показывали вам о том, как были блестя в одной из частей федеральной противопожарной службы. В этом выпуске смотрите продолжение. Современный российский пожарный спасатель в связи со спецификой своей работы и различного рода возникающими чрезвычайными ситуациями должен уметь выполнять соответствующие задачи. В этом ему помогает специальный инструмент. Мы сейчас выезжаем на ДТП, очень часто вскрываем, и печально то, что у нас люди не соблюдают правила дорожного движения, очень много ДТП со смертельным исходом. При помощи этих инструментов мы вскрываем крыши, это гидролюбические ножницы подсоединяются к насосу, качаются насосом, и там они на разжим, на сжимание, обрезаем крыши, стойки, открываем двери. Это у нас бензорез, он предназначен для того, чтобы вскрывать, отпиливать арматуру, гаражи, в гаражах тоже бывают всякое разное, сейф, двери, тоже вскрываем, и вставляем. То есть, ну, задачу поставленную, задачу при таком инструменте можно сделать без проблем. Придемте, вот где у нас все и происходит, сердце части, где принимается и обрабатывается. Да. Здесь вот у нас пункт связи, здесь принимаются сообщения все, это вот радиотелефонисты у нас сидит. Здесь вот у нас получается сейчас предприятие выводится, система ОКО, они устанавливают датчики, вот пожарные сигнализации, вот и выводятся на один пульт сюда, пульт сюда. Мы уже знаем, вот какое предприятие, где что случилось там. Пожарные, тревога. Мы в свою очередь сразу же, как только сработка автоматически проходит на комплект, сразу же звоним, сторожи, ответственные, директоры, пытаемся дозваниваться. Мы в этот момент сразу же управляем технику, то есть техника сразу же уходит туда. Дозвонился ты, не дозвонился, технику, проще технике потом дать отбой. Корула возвращается уже там, не доехал до места, уже знает, что там отбой. А если не дозвониться, это же все секунды, время идет. Ну вот это радиостанция, слышим весь гарнизон. Это вот наш район выезда. Вот мы находимся здесь, вот здесь вот. И вот представляете, до самого дальнего точки. У нас пожарные-то не только тушат, но еще и общаются. Сколько раз в помощи ОВД оказывали, что злуюцикник там залез на крышу, прыгает. Вот сидишь, заходишь, разговариваешься, убеждаешь. Сейчас, конечно, хоть и вид информации, но все-таки для выполнения такой работы нужен человек, а не робот. Конечно. Тут человек должен неадекватно как-то еще, неоригинарно подойти. К любой ситуации надо подходить и сложившуюся ситуацию. Тут не научить заранее человек, чтобы он отреагировал на такую или иную ситуацию. Но все равно он отлично, качественно зависит. Тушение пожаров, спасение. Трудных задач нету. Все выполняется. Зурмарович, почему вообще выбрали вот эту профессию? Занимался профессионально с детства хоккеем. И тот, наверное, помните момент, 98-й год, когда наступил первый кризис в нашей стране. По наступлению мне, так скажем, 18-летия пришел призывной возраст. А на тот момент спортивный клуб армии, где проходили спортсмены, так скажем, военную службу, обанкротился и закрылся в 98-м году. Наши тренера сказали, если вы, ребята, пойдете в армию, вы просто потеряете все свои 10 лет. Ну, я поступил выше, ну, не выше, а среднее оно еще на тот момент было учебное заведение. Это Сырловское пожарно-техническое училище. Я закончил его, вот на сегодняшний день как бы работаем на протяжении, так скажем, уже 15 лет. В принципе, за те 15 лет своей работы я бы не сказал, что это такие прямо там мрачные или темные какие-то дни. Да, это занимает большую часть времени, личной жизни, но в связи с тем, что работа и помощь наша требуется круглосуточно. То есть мы осуществляем свою работу и, как сказали, в круглосуточном режиме, независимо от погодных условий времени и суток. Зуру Марович, а что вам нравится в вашей службе? Нравится то, что в первую очередь мы все равно людям, которые, так скажем, из того, что мы в беде оказываем какую-то непосильную помощь. То есть пытаемся как-то помочь, решить эти проблемы, неважно, чрезвычайная ситуация, пожары, наводнения, либо ДТП. У нас, сами понимаете, не телефон 01, потому что мы, в принципе, на сегодняшний день первые, кто приходит на помощь. У нас по указу как бы работает по призванию, потому что по династии у нас, допустим, мой отец, Александр отец, у Сергея отец, у Павлика у нас вообще человек отец. Они работали все в свое время. Мы как бы все хотели и пришли на это работать. Работа у вас опасна на грани риска, потому что этому риску подвержены не только те, которых вы спасаете, но и сами. Вообще, перед выездом по сообщению, можно ли здесь так? Да как бы не то, что молимся, есть только на себе, чтобы вернуться, чтобы жены к семье. А такого, что как бы, не знаю, боязни-то точно никакой нет. Есть, может, какая-то вера, что все-таки кто-то там есть у нас, кто-то защищает. Благодетель какой-то должен быть нашим опытом. В жизни вообще, какой-то опыт избавления людей от опасности, в том числе при их личном участии с помощью молитвы. Ну, при возникновении пожаров каких-то чрезвычайных ситуациях. Как бы так сильно не сталкивались. Ну. Просто были случаи такие, что, допустим, горит частный дом, старая там, бабушка, ну, не можем справиться с домом, очень сильный пожар. Бабушка с иконой обошла вокруг дома и как-то само по себе раз, то есть помогло нам потушить этот пожар. Я, к примеру, был в Польше и там посмотрел, как католики, у них есть святой фаттлариан, покровитель стражников, то есть пожарных. А у нас вот такой, диаполимая Купина, она наша сподвижница, она помогает нам спасти наших людей от пожара, ну и от других чрезвычайных ситуаций. И, конечно, мы советуем и людям, проводя профилактическую работу, в том числе, и икона всегда поможет. Неуполимая Купина – один из ветхозаветных прообразов Богородицы. Эта Купина знаменовала собой непорочное зачатие Богородицы Христа от Духа Святого, а также прообраз Божией Матери, родившейся на грешной земле, но не подвластной греху. Согласно библейской книге «Исход» из Ветхого Завета, Моисей увидел ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который горел, но не сгорал при этом, и пошел посмотреть на это чудо. И тут услышал глаз Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь. Ибо стоял Моисей на месте, которое было святой землей. Долго Господь говорил с Моисеем о его предназначении – вывести народ израильский из египетского рабства. Икона «Неопалимая Купина» защищает от пожаров, молний, а также воров и прочих злоумышленников. С древних времен является покровительницей российских пожарных. В молитве перед этим образом значится – «От огненного запаления и молниеносного грома жилища наше спасайше». Празднование икони Божией Матери «Неопалимая Купина» совершается 17 сентября по новому стилю. Сотрудники Федеральной противопожарной службы умеют оказывать первую медицинскую помощь, содействуя в этом в деле сохранения и спасения здоровья и жизни людей до прибытия первой медицинской помощи. При ДТП в основном, когда деблокируешь людей, достаешься, накладываешь шины, повязки, на пожаре искусственное дыхание. Все. Как бы так, я не знаю. Что конкретно? Наша медицинская помощь – это по максимуму быстро эвакуирует всех людей. Это самое первое. Осмотреть в зале, эвакуирует, удостовериться, что всех эвакуирует. Поварные не только пушат, но еще и тупающих спасают. Были сообщения, что вот тонет человек, приезжайте, помогите. То есть вы сейчас вообще спасатели стали такой? Спасатели, не спасатели. Грибников еще. Грибни. Потеряешь. Суициде. Грибни, получаешь психолога и начинаешь с ним разговаривать, чтобы он не придумал больше таких вещей. Ну вот все-таки огонь у людей по-прежнему там для многих людей, несмотря на массу сообщений в новостях о пожарах, о каких-то происшествиях, они относятся не так к этому ответственно, как это должно. На ваш взгляд, в основном из-за каких ошибок происходит пожар? Или из-за какого неправильного понимания людей, отношения к этому? Ну, по личной невнимательности от халатности своей, беззанимательности. Кто-то курит, кто-то забывает, кто-то пьет много, забывает, что пищу поставил. Кто-то строит неправильно. Кто-то считает, что сам сможет потушить. Да, кто-то просто время затягивает. Хотя, если сначала вызови, всех учат, сначала позвонить в пожарную охрану, потом уже принимают какие-то действия. И то, чтобы не рисковать здоровьем. А причины-то в основном неосторожное обращение. Сами люди просто сами себя и жгут. Если, в принципе, с целым население взять, я не хочу никого обидеть, да, там, процентов 90 на территории вообще всей страны нашей. Все пожары происходят. Пожары, я имею в виду, происходят именно из-за человеческого фактора. 10%-то и уходит на всякие иные ситуации. То есть короткие замыкания, либо еще какие-то технологические процессы. У нас же каждый день цеха не взрывается. Локомотивы каждый день не бьются, самолеты каждый день не падают. Правильно? Мы организуем профилактическую работу. То есть и проверки частные сектора осуществляем. Если человек, кто попал в гибрид, уже попался в посадке, в физике, все-таки может принять ответственность на собственное спасение. Чем он должен прежде всего вопрос? Каким-то не то, а не то. Все, если тебе думать, все же почему. От паники же бегут в хаотичном порядке кто куда. Пошел в лес, существует опасность, заблудиться. Чтобы ты там провел какое-то время, возьми с собой хотя бы какие-то предметы, когда тебя будут пока искать. Пошел купаться, не умеешь плавать, не плавай далеко, купайся на берегу. Я надеюсь, что наши телезрители благодаря этой передаче узнают немножко больше о вашей службе. Что бы вы хотели им пожелать в свою очередь? Хотелось бы в первую очередь пожелать всем крепкого здоровья, осмысленных действий, чтобы с горяча не делали никаких грубых ошибок вообще в жизни, старались. И немножечко помогали все-таки друг другу, были человечными, а не так то, что вот он такой вот по заслугам вообще получил. Ну и хотелось бы самое главное, что касается нашей линии, соблюдали требования пожарной безопасности, какие они установлены сегодня законодательно. Вот, потому что на сегодняшний день административная практика показывает, что очень большие штрафы уже, как бы, в последний период за грубейшие нарушения, вплоть до уголовных дел заводят. Чтобы не оставляли, как бы, детей без присмотра, смотрели за пожилыми, за своими родителями, не забывали. Вот, ну и еще раз повторюсь, соблюдайте требования пожарной безопасности и будьте как-то друг к другу склонны и всегда вежливы. Субтитры создавал DimaTorzok